Девушки отдыхают Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем концерт ансамбля «Арсенат». Сегодня мы начнем первое отделение двумя композициями, которые имеют касательное отношение к творчеству Орнета Кома. Первая пьеса называется «Айтил», которую можно перейти как «До тех пор, пока». Написал ее Барри Майлз. В общем-то, фигура известная когда-то в 60-70-е годы, но потом забытая совершенно. Но тем не менее, я помню, когда был такой период в моей жизни, когда я увлекался атональной музыкой, перед тем, как уже полностью зайти в тупик и не подумать о ней создать или что-нибудь свое. Вот такой арсенал и появился. И вот тогда я знал творчество очень многих групп американских. Причем большинство из них выступали почему-то в Европе, более того, даже в Германии. Дело в том, что атональный джаз, который в Америке как-то не прижился особенно, его очень полюбили в Германии. Дело в том, что в Германии где-то в 70-е годы вообще была такая неприязнь ко всему американскому. Помнили, как американцы разбомбили. Дрезден, например, вообще бомбили всю Западную Европу и всю Германию. И поэтому, когда приезжали люди, которых в Америке не очень любили, то их в Германии как раз во всех клубах, я помню, когда я впервые попал в Западный Берлин в 80-е годы, я удивился, что во всех джаз-клубах играли американские авангардисты, атональщики. И вот к таким группам и относилась одна из них, где играл вот этот Барри Майлз. Это были последователи Орнта Комена, но они довели уже идею Орнта Комена до полного абсурда. То есть там-то творили совершенно невообразимые вещи. И вдруг, неожиданно, я по радио, по Голос Америке слышал какую-то пьесу. И говорят, Барри Майлз. Очень красивая музыка. Он вдруг... Что бы с ним произошло? Он вдруг отказался от атональной музыки и создал, кстати говоря, один из первых таких джазового концамбля. И они начали играть такую красивую фанковскую музыку. И вот одна из этих пьес, вот сейчас она и прозвучит в таком сокращенном варианте. А перейдет она в музыку тоже последователей Орнта Комена. Правда, это уже были его прямые последователи, наследники, которые стали играть его музыку совершенно по-другому, чем он играл в конце 50-х годов, когда создал фри-джаз. И от него тогда тоже в Америке все отвернулись, назвали его анти-джазом. Но его последователи стали играть его пьесы абсолютно по-другому. В манере, которую они сами назвали панк-фанк. Вот в этом стиле и прозвучит вслед за пьесой Барри Мелса композиции Орнта Комена, которая называется «Рэмблинг», что означает «Скитар». Вот такие две пьесы, объединенные, в общем, одним смыслом. Они так или иначе относятся к гению джаза Орнта Комена. Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Спасибо! Это все! Добро пожаловать на наш канал! 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 но они называют би джиз и вот они снились в таком фильме для джон траволта играл фильм назывался лихорадка субботним вечером и вот там прозвучала впервые них песня которая кстати вот сейчас и в нашей тоже версии позвучит и она и дала толчок тому что потом стало называться диско вот в самые первые годы диско это был нормальный такой стиль там были гармония какие-то и ритмы интересного потом это все упростилась до до нельзя уже понятие диска стала уже неприличным просто для нормальных людей вот такие такая история и вот сейчас получит как раз одна из вот тех эта песня называлась стрим и лайф и стенафильма и характер в субботу-вечеринь биджи с братьев гиппо ну 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 что и у профанов, и особенно, когда это касается молоденьких журналисток, телерепортеров и разных, которые вообще уже ничего не знают про историю, и, конечно же, не знают о том, что вообще есть такой жанр, как фан. Вот, значит, есть диско, есть джаз, есть рок, это они знают. А вот когда в разговоре я начинаю упоминать про стиль фан, почему-то я вижу, что впервые от меня слышал вообще это слово даже. И вот таким как раз молоденьким специалисткам в области музыковедения я посвящен эту пьесу, как ее назвал, про фанка. Аплодисменты 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 «Непа в Одессе». Вот сейчас вы услышите одну из таких песен. Это было время, когда стало очень популярным аргентинское танго. Луи Армстронг тогда сыграл и спел на мотив этого танка «Kiss of Fire» назывался. Но масса есть примеров. И вот в Одессе кто-то сочинял слова, неведомые, и появилась песня, которую вы сейчас услышите. Она так и называется. Вы знаете, наверное, что в Одессе главное – это Дерибасовская улица. Ну и потом я, кстати, хочу сказать, что там будет пара таких непонятных слов. Но это уже из такого одесского жаргона. Во-первых, «Тохос» – это задница. И «Шмаровоз» – это бабник. «Шмара» – это баба. «Шмаровоз» – это такой, вроде даже, ну, человек, который контролирует эти все поведения. Вот такая история. Ну, а так, сейчас начинаем. На Дерибасовской открылась опиванная, Там собиралась компания блатная, Там были девочки Маруся, Вера, Рая, И с ними Костя, Костя, Шмаровоз. Три полуделочки, один роскошный мальчик, Который ездил побираться в город Нальчик, И возвращался на машине марки «Форда» И шил костюм элегантней, чем у лорда. Но вот вошла в пивну роза молдаванка, Она была с собой прелестно, как варханка, И к ней подсел ее всегда вишней покучей. И спутник жизни Костя Шмаровоз, Держась за «Тохос», как за ручку от трамвая, Он говорит, «Ах, моя роза, дорогая, Я вас прошу, нет, я вас просто умоляю, Мне подарить последнее танго». Но тут Арончик пригласил ее на танец, Он был для нас так, совсем как иностранец. Он пригласил ее в галантерей на очередь, И посмотрел на Шмаровоза, между прочим. Хоть танцевать уж у Роза больше не хотела, Она и так уже порядочно вспотела. Лишь улыбнулась в ответ красотка Роза, И засверкала морда Костя Шмаровоза, Сказал Арону он в изысканной манере, Я б вам советовал пришвартоваться к веру, Чтоб я в дальнейшем не обидел вашу маму, И вышел прочь, надвинув белую траву. Услышал реплику, маркер известный Моня, Об чей хребет сломали гриф кафе в Антоне, Побочный сын, мадам-алешка, тетя Песи, Известный Бандаши в красавице Одессе, Он подошел к нему походкой пеликаном, Он вынул ножик из жилетного кармана, И так сказал ему, как говорят поэты, Я вам советую беречь свои портреты. Но наш Арончик был натурой очень пеликан, Он внарил мальчика по кумпову бутылкой, Официанку засадили в тох и свинкой, И началась тогда прощальная тонна. На Аргентину это было не похоже, Когда прохожему заехали порожено, А из пивной нас выбросили разом, Приятель с шишкой, я с синяком под газом. На Деревасовской закрылась опемная, Куда девалась компания плотная, Где наши девочки Маруся, Роза, Рая, И с ними Костя, Костя Шмаровоз. Ну, теперь мы снова переходим к инструментальной музыке. Сейчас мы исполним композицию, Которую когда-то играл легендарный критет Джулина Каменбола Эдерли. Правда, это было уже в последний период его жизни. Тем не менее, эта пьеса вошла в классику Soul Funky Jazz. Называется эта пьеса Inside Straight. Когда-то в советские времена, Когда я услышал ее название, Я никак не мог понять, что это означает. В общем, выяснилось, что это набор карт в покере. И потом я увидел обложку этой пластинки, И там был нарисован как раз Кеннадо Эдерли, Который был карт, держит такие карты. И там я вот в покер, к сожалению, не играю, Поэтому не понял смысла этого набора карт. Но на самом деле это действительно покерный такой ход. Вообще, есть одна история интересная, Когда мы тоже не зная вообще смысл Некоторых английских терминов, Пытались догадаться, что такое, Как переводится, плюс очень популярный, Straight No Chaser. Я помню, как Герман Лукьянов, Какой товарищ, который считал себя-себя умнее всех, Сказал, я точно знаю, Это прямого пути нет. Вот он так перевел. А на самом деле это просто, Когда к бармену подходят, Стрипт, но честно. То есть не разбавляя и без закуски, Без запивки. Вот приблизительно так же мы переводили Inside Straight. Итак, Julian Tenenbo-Legerny Inside Straight. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Значит, имя человека, который поет, его зовут Эд Ширан. Но я думаю, что даже мало кто знает имя, потому что не объявляют, просто крутят подряд в суты и так далее. Но тем не менее, вот этот певец, Эд Ширан, очень сейчас популярен, а его песня называется «Shade of You». Сейчас получит уже в нашей версии. Итак, Эд Ширан, «Shade of You». Эд Ширан 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok I'm in love with the shape of you I'm in love with the shape of you Every day discovering something brand new I'm in love with the shape of you I'm in love with the shape of you АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА